всем привет сегодня я расскажу историю одной реставрации моей самой первой я давно мечтала приобрести что-нибудь и отреставрировать и так нам а попался комод мы взяли руки в ноги и побежали сериком скорее купили это с рук привезли домой самира была довольна и думала вот так быстренько мы сейчас все и сделаем покрасим и все будет готово для ее комнаты и так первым этапом реставрации на случилось шлифование этот этап занял больше всего времени несколько дней я шлифовала с большим удовольствием потратила очень много наждачной бумаги и конечно я использовала специальное оборудование как вы видите на видео это три шлифовальные машинки очень удобные вещи между прочим а иногда я делаю это одна иногда вместе с мирой и обязательно под руководством серика конечно мне это очень все нравилось делать но время занимает многое я как бы уставала и так процесс шлифования закончился и я значит вот на видео видно что я чищу это все щеточкой чтобы убрать всю пыль все практически готово к следующему этапу и единственное а также воспользовалась оборудованием серика это вот такая дуйка на тоже выдула мне последнюю пыль с нашего комода с полочек и самого комода и кстати все это происходит нашем гараже очень полезная штука гараж так далее процесс покрывания начался этот процесс стелек называется андекот на первый слой он тоже белый как краска я уже и сейчас на забыла даже но он не напомнил и так все я покрыла и боковые решила тоже на стороны покрыть у полок и верхние и далее вот такой процесс пошел моя вот показываю как это все происходит вот я это дело закончила и уже уже прошло прям прям неделя наверное или две а потом начался процесс покрывания господи шпаклевание а вот серик мне помогал я узнала как что такое шпаклевкой как это происходит потом пришлось опять отшлифовать чтобы все было ровненько весь этот наш поклевку чтобы сравнять с деревом и вот он не очень хорошо помогает потому что я же не профессионал он профессионал вот так далее самира нам уже включилась в этот процесс активно потому что красить это конечно естественно всем нравится все очень любят красить и особенно дети да и мы решили покрасить заднюю стенку нашего комода а здесь серик уже видно что помогает нам помогает сами и объясняет как правильно красить чтобы более менее все было качественно но задняя стенка это не самое главное и вот самир попрактиковалась также боковые это вот черновая работа ну вообще-то это не до боковые мы ей дали покрасить уже окончательный слой топ вот хотя не только боковые вот и фронтальную часть сейчас вы видите как уже готовый комод когда мы просто покрыли белой краской вы можете видеть как я приступила к декорированию и от процесса называется эта техника называется декупаж с помощью салфеток салфетки я очень долго ждала заказывала их онлайн это очень непростое дело здесь при прикупите красивые симпатичные нужного цвета салфетки это не очень здесь популярным и так декупаж состоялся покрыт лаком вот высушен да вот самиром не помогают меня снимает пожалуйста процесс закончен декорирование и наступает уже совершенно последний этап когда мы прикручиваем ручки вот такие мы решили ручки приобрести посмотреть они стеклянные мы примерили несколько ручек в магазине оказалось что эти наиболее подходящие будут играть вот серик не помогает прикручивать ручки не стали выдумывать велосипед прикручивали на старые дырки и это оказалось очень даже не сложно он откусил у болтов болты сделал нужного размера нужной длины и быстренько мне все помог и буквально вот уже несколько секунд и все будет завершено на этом этапе я уже сообщаю самире что вот-вот самира скоро уже придется устанавливать это все дело в твой комод вот самира счастливая и довольная берет и устанавливает полочки они все разные на них разные картинки и после того как она установила далее будет видно как она меняет местами некоторые по как бы да 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 вот я и советую чтобы она переставила вот эти две полки местами и все вот идеально смотрим какой получился результат я довольна своей работой мечту свою осуществила давно хотела это сделать и вот получилось совместными усилиями всей семьей спасибо за просмотр